МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Машины начали вывозить несанкционированно. Мусор рядом с кладбищем, то есть почти впритык к кладбищу. Ну, а этого, естественно, возникнет антисанитарные условия. Сейчас крысы пойдут, вороны уже начали летать, собаки собираться, ну и все остальное вытекающее. Проблемы с вывозом мусора привели к возникновению несанкционированных свалок. Даже на территории, прилегающей к кладбищу. На прицепе не выдержала задняя ось, оборвались стремянки, рессоры. В общем, полностью заднюю ось оборвало. И прицеп опрокидывается на правую сторону, зерно высыпается. Некачественное дорожное покрытие Когольницкого шоссе все чаще становится причиной ДТП. Выпускники девятых классов имеют право сдавать им государственную итоговую аттестацию по формам основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и сочетать две формы. Подтвержден новый порядок сдачи итоговой аттестации для выпускников школ. Водители Азоба и Азовского района часто обращаются в редакцию Пятого канала с просьбой обратить внимание органов власти к дорожному полотну по Когольницкому шоссе и привести его хотя бы в нормативное состояние, чтобы минимизировать ущерб от постоянных дорожно-транспортных происшествий. Надо отметить, что периодически покрытие все же ремонтируют, но то ли материалы используют недостаточно качественные, то ли уровень квалификации исполнителей оставляет желать лучшего. Но шоссе вскоре снова покрывается ямами и выбоинами. Из-за дождливой погоды Когольницкое шоссе становится особенно коварным. Водителям невозможно определить глубину наполненных водой ям и выбоин. По словам жителя села Круглое Азовского района автолюбителя Александра Быканова, нередко приходится быть свидетелем поломки машин по причине ужасного состояния дороги. В это месяце и сам попал в число пострадавших. Туман как раз сильный был. Ну, я ехал где-то 40-50 километров, не больше. И вот на встречу я... Ну, я там часто езжу. Это ямы, там разбитые дороги постоянно. Вот. И смотрю ямка. Я хотел ее объехать на встречу машины, потому что туман. Я раз так чуть-чуть право. И внутренним колесом передним, внутренней стороной. Только бубух в яму. Проскочил. И я понял так, что скальпина лопнул. Александр Быканов считает, что по сравнению с другими, ему еще повезло. Ремонт обошелся в 2000 рублей. Ну, там машины влетали. Передо мной парень влетел. И подходит ко мне. Все, дядя, влетели в яму. И так, по-моему, влетел в яму, потому что даже не понял ничего. Хотя бы я там летел, там еще. А ехал километров, ну, 50. Ну, что это нормальная скорость. Не превышал положенную скорость и Алексей Пасечный, когда пасмурным утром 14 декабря стал участником ДТП, в результате которого работодателю нанесен материальный ущерб. Я ехал груженый в порт ООО «Промэкспедиция» с зерном. Ну, и, значит, ямы по пути исследования попадались. Одна из ям попалась такая, что, значит, на прицепе попал прицеп. Ну, не попал, не прицеп, а все. То есть я не мог избежать этой ямы. Были встречные машины. А как мне на встречную? Это не легковая, это грузовая машина. Ее как бы остановить, это надо постараться. У нее тормозной путь длинный. В яму, которая оказалась достаточно глубокой, попали колесами и КАМАЗ, и прицеп. На прицепе не выдержала задняя ось, оборвались стремянки, рессоры. В общем, полностью заднюю ось оборвало. И прицеп опрокидывается на правую сторону, зерно высыпается. КАМАЗовский прицеп, он не подлежит ремонту. Чему свидетельствуют аудио, видеозаписи свидетельствуют, что он не подлежит ремонту. Ну, будет экспертиза, подтвердит. Но оно очевидно и так, что он не подлежит ремонту. И расходы какие? Значит, зерно. Понятно, что мы потеряли зерно. Какую-то часть зерна собрали, а часть зерна невозможно собрать, потому что она была в луже, в грязи, в листьях и тому подобное. Оба данных ДТП произошли на одном и том же участке Каганьицкого шоссе, напротив детского дома-интерната. По словам Алексея Пасечного, через некоторое время после происшествия злосчастная яма уже была подсыпана щебнем, а через несколько дней начались и ремонтные работы. Тем не менее, расходы предприятия кто-то должен компенсировать. Кто именно, решит суд, подготовкой обращения в который сейчас занимается адвокат. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Несмотря на усилия администрации, проблемы с вывозом мусора остаются актуальными. Чтобы как-то уменьшить возмущение азовчан, городские службы прибегли к странным методам решения, свидетелем которых стал азовчанин Сергей Шабанов, обнаруживший на прилегающей к кладбищу территории машины, выгружающие мусор. Машины начали вывозить несанкционированно мусор рядом с кладбищем, то есть почти впритык к кладбищу. Ну а этого, естественно, возникнет антисанитарные условия. Сейчас крысы пойдут, вороны уже начали летать, собаки собираться, ну и все остальное вытекающее. Вот за сегодняшний день пришло уже четыре машины, еще вот только обед у нас. То есть за эту неделю, не знаю, сколько их вывезли, не считал, только сегодня заметил. Наши корреспонденты обратились в администрацию городского кладбища, где выяснили, откуда взялся мусор и кто его туда вывозит. Это не бытовой, там никаких пищевых отходов, ничего нету, это чисто смет, листва там и все такое. У нас попросила организация «Чистый город», которая занимается смет, временно складируется там сейчас. Они нам очень сильно помогают в весенне-летний период, тоже вывозят мусор, мы им с их помощью. Сейчас мы им разрешили помочь буквально на 2-3 дня тут свой мусор похоронить. Они буквально попросили перебиться тут на 2-3 дня. И там не по 6 машин, не по 5, они 2-3 машины в день привозят. Ну, до понедельника все мы вывезем. И их свой как раз будет все чистым. Мы вернемся к этой теме через неделю и проверим, останется ли свалка на прежнем месте или мусор все-таки уберут. Мы вернемся в студию после рекламного блока, не переключайтесь. В преддверии новогодних праздников и Рождества позаботьтесь о подарках для своих любимых. Место удивительных подарков – торговый двор «Престиж». Для модных, стильных, современных и деловых. Подарки для ваших любимых. Торговый двор «Престиж». Твой новогодний шопинг. Эксперты Роскачества присвоили высший знак российского знака качества продукции «Азовский хлеб». «Азовский хлеб» – это новое оборудование. «Азовский хлеб» – это новый вкус. «Новый Азовский хлеб» – это широкий ассортимент хлебобулочных изделий из дома. Покупайте в магазинах наш вкусный «Азовский хлеб». Предложение, от которого невозможно отказаться. Для тех, кто мечтает о европейском комфорте загородной жизни. Коттеджный поселок закрытого типа «Петровский парк». В живописном уголке, в окружении хвойного и лиственного леса. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи открыты. Звоните 8 800 201 20 02. Коттеджный поселок «Петровский парк». Успи на акцию жилой комплекс «Новый Азов». 279 89 89 «Елка на пульсе» приглашает в гости. Ждем ваших детей в маскарадных костюмах 28 декабря в 17 часов на привокзальной площади. Приходите на праздничное представление от медиахолдинга «Пульс». С наступающим Новым Годом! Генеральные спонсоры праздника. Сеть аптек «Социальная аптека». Ваше здоровье – наша забота. Лаборатория «Инвитро». Медицинские исследования. Магазин «Склад-Светофор». Магазин низких цен. Сеть магазинов канцелярских товаров «Парта». Товары для школы и офиса. Магазин «Матрешка». Огромный выбор – выгодная цена. Компания «Активденьги». Все просто, когда мы рядом. Сеть магазинов стильной женской одежды «Ника». Спонсоры – фирма «Проксима». Новый пломбир на сливках «Дивушкино». Удивительная деревня. Сеть магазинов «Детская сказка». Чтоб блестели от счастья глазки. Встречаемся 28 декабря в 17 часов. Для здоровья человека социальная аптека. Очень низкая цена. Вам понравится она. Социальная аптека. Единый телефон 8 800 100 0103. Внимание! В медицинских офисах «Инвитро» Ростова и Ростовской области с 1 по 31 декабря проходит акция. Обследование почек за 649 рублей. Подробности на сайте «Инвитро.ру». С наступающим Новым годом! Магазин «Склад Светофор» предлагает большой ассортимент продуктов питания. Мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты замороженные, молочные продукты, кондитерские изделия, чай, кофе, соки, воды, бытовую химию, товары для животных, текстиль и многое другое. Ждем вас по адресу город Азов, кооперативная 15D. Сеть магазинов «Парта» представляет широкий ассортимент канцелярских товаров для школы и офиса, самых известных брендовых производителей. Мы ждем вас в магазинах по адресам «Привокзальная 10Б», «Торговый центр 7 ветров», «Цокольный этаж» и «Центральный рынок» в ряду «Синяя линия». Низкие цены и приятное обслуживание вас порадует! Спешите! В магазине «Матрешка» есть все, что необходимо для незабываемого празднования Нового года. Вечерние платья, новогодние украшения, товары для детей, праздничная посуда и тысячи идей для подарков вашим близким. Магазин «Матрешка», «Торговый центр Шекспир», второй этаж. Огромный выбор, выгодная цена. Почему? Да потому что это удобно. Очень быстро и ничего не надо ждать. 15 минут и все. Нужен только паспорт. Быстро, надежно, удобно. Без залога и поручителей. Нужен только паспорт. В магазине «Ника» новое поступление стильной женской одежды, куртки, шубки, платья, джинсы, необычные костюмы и многое другое. Фантазийный вид и отличное качество. В магазине «Ника». Ждем вас по адресу. Азов, Центральный рынок, Коричневая линия, павильон номер 8. И в новых рядах рядом с детской игровой комнатой. Первое полугодие учебного года подходит к концу. Для выпускников 9-х и 11-х классов это сложный период. Теперь они должны проходить итоговую государственную аттестацию по новым правилам. Каким? Узнала Ивана Пажельцева. В Министерстве юстиции утвержден порядок сдачи государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов, которые уже начали действовать с этого года. Выпускники 9-х классов имеют право сдавать государственную итоговую аттестацию по формам основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и сочетать две формы – основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен. 9-х классов в этом году перед сдачей государственной аттестации должны пройти итоговое собеседование по русскому языку. Это собеседование проводится как дополнительное условие допуска к государственной итоговой аттестации проводятся по определенному расписанию. В феврале, это будет у нас вторая среда февраля, затем ученики, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в итоговом собеседовании, могут принять участие в этом мероприятии в марте месяце и в мае месяце. Что же касается дополнительных предметов, то, по словам ведущего специалиста, некоторые изменения претерпела история. Небольшие изменения в предмете «История». В этом году история разделена на два уровня. История с материалом 20-го, включая материал 20-го века и без 20-го века. Ну, соответственно, это линейное, кто проходил обучение по линейной или концентрической системе преподавания истории. Вот это новое, то, что касается девятиклассников в этом году. Для выпускников 11-й классов обязательным является написание сочинения, результаты которого будут уже известны 19 декабря. Людмила Александровна обратила внимание на то, что изменения произошли и в контрольно-измерительных материалах к русскому языку. В части сочинения дети уже не пишут сочинения с опорой на какие-то литературные произведения. Эти знания у них проверили при проведении итогового сочинения. А дети пишут ответ и аргументацию приводят на вопрос, который содержится внутри текста в самом Киме. Изменения коснулись учеников, нарушивших порядок единого государственного экзамена. Они будут удалены из аудитории и смогут пройти пересдачу только через два года, подав заявление на имя директора в своей школе. Ивана Пажельцева, Александр Истомин, Азов.Инфо. В минувшее воскресенье в Доме детского творчества состоялся турнир по казачьим единоборствам среди юных азовчан и жителей Азовского района. Подробности в следующем сюжете. Вчера, 16 декабря, в Доме детского творчества во второй раз был проведен турнир по казачьим единоборствам, посвященный памяти 5-го гвардейского, кавалерийского, донского, казачьего, будапештского, краснознаменного корпуса. Перед началом соревнований руководитель казачьей молодежной организации «Донцы», заместитель атамана по духовно-нравственному и физическому воспитанию Юрий Рыбченко, сообщил о планах по созданию музея легендарного корпуса и представил гостя турнира – правнука казака-воина Якова Осипова Андрея Кривошлыкова, который передал в музей памятные материалы, связанные с его героическим родственником. Он особо не любил разговаривать на эту тему, рассказывал мало. Я больше помню из статьи, которые читал, то, что бабушка рассказывала, ну что могу сказать, то, что его впечатление, как он описывал, его служба, допустим, с конем, он очень любил лошадей и помнил, наверное, до конца своих дней своего коня, который прошел с ним, собственно, всю службу. Помню, что попал он на войну в возрасте 17 лет. В турнире участвовали команды юных спортсменов из Азова, Азовского района, а также из города Ейска, Краснодарского края. Сегодня у нас соревнования проходят по казачьему кинжальному бою и тактическому фехтованию. Казачий кинжальный бой – это мягкие имитации, имитирующие оружие. Вот, ребята учатся от них защищаться, держать дистанцию, ну, как бы, познают таки воинское искусство. И тактическое фехтование – это оружие чуть-чуть по длине, тоже оно мягкое, очень безопасное. Здесь уже наподобие, как рубка на шашках происходит. По результатам турнира лучшей стала азовская команда «Артха». Второе место у «Реал Айкидо», также из Азова. Третье – у Кулешовского пернача. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Обращаюсь с вами, всего доброго, до свидания. Главный принцип дешевой аптеки – продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента. Если вы все же найдете место, где нужный вам препарат стоит дешевле, вам сделают скидку. У нас вы получите минимальную цену в городе. Дешевая аптека – это всегда большой выбор препаратов по низким ценам, ведь ваше здоровье – наша забота. Мы работаем с 7 утра до 9 вечера. По адресам город Азов, улица Привокзальная, 23 и Московская, 76. Во вторник, 18 декабря, небольшой снег. Днем – минус 2, минус 3 градуса. Ночью – минус 3, минус 4. Ветер восточный – 7-8 метров в секунду. Влажность воздуха – 84%. Уровень воды в реке Дон на 105 сантиметров, ниже нулевой отметки. Температура воды в реке – плюс 3 градуса. Атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба.